Добрый день, дамы и господа! Демократы сделали потрясающий подарок к дню рождения моей жены. Ну, не делали они его естественно, просто совпал. Я думаю, что многие из тех, кто следит за внутренней политикой США, в курсе того, что происходило, происходит в штате Вирджиния. Но, так как история расширяется и с каждым днем становится все более и более интересной и забавной, то я должен рассказать, причем начну, что называется, от печки. Думаю, что приблизительно неделю тому назад, может чуть больше, губернатор Вирджинии, которого зовут Ралф Норсен, на пресс-конференции или на радио каком-то интервью заявил, что вот в Нью-Йорке только что приняли закон о том, что можно детей абортировать, что называется, до одной секунды до того, как он родился. То есть, иными словами, завязать внутрь женщины, совершенно живого, чувствующего, видящего сны и тому подобное, ребенка, так сказать, резок на части, который боль чувствует, а вынимать оттуда. И вот Вирджиния, они тоже дебатируют похожий закон, но они решили пойти дальше. Они более гуманные, чем в штате Нью-Йорк. Значит, они, если там другим способом аборта не получилось, ребенок не абортировался, то, значит, после того, как он живой совершенно вылезает, то у матери, отца, там, если врач тоже согласен с этим, по каким-то причинам, например, не нравится там чем-то ребенок, он там инвалид родился, да, то его можно умертвить после того, как он родился. Значит, как результат этого, значит, половина Вирджинии просто, так сказать, отвалилась от ужаса, от того, что они такое услышали, что, оказывается, у них там в ассамблее обсуждается. И, значит, бывший сокурсник вот этого самого Ральфа, который заканчивал медицинский институт и врач по образованию, тоже врач, придя тоже, так сказать, в состояние ужаса от этого, послал посредством массовой информации фотографию, значит, Нортона, значит, Ральфа с еще одним молодым человеком во время студенческих, так сказать, их лет. Один из них, значит, одет в куклу-клановскую одежду, а, значит, второй, похожий Ральф, значит, с намазанной, значит, физиономией, значит, гуталином, с сапожной, с сапожной, значит, самую мазью, позируют вместе, значит, на какой-то вечеринке. А, значит, немедленно, значит, губернатор выступил, значит, с пресс-конференции, на которой он заявил несколько интересных вещей. Значит, он, во-первых, сказал, что он никогда этого фото не видел, до того, хотя, значит, оно было, как потом выяснилось, опубликовано в их, так называемой, значит, ежегодной книге, то есть, заканчивается курс, их всех снимают, и, значит, фотографии туда, и всем эту книгу раздают. Но он никогда в жизни эту фотографию не видел. Вот, на фото вообще не он, а он никогда черной краской лицо не мазал, а через два дня он вышел снова на новую БРАС-конференцию, потому что там стали какие-то подробности вырезать, и сказал, что, да, может быть, это он, но, скорее всего, не он, потому что, когда он мазал гуталином лицо, он мазал по-другому. Значит, он не намазывал все лицо, а он, значит, только себе щеки мазал, и, значит, вот, и объяснил почему, потому что гуталин плохо слезает с кожи. То есть, я не мазал, я не делал, но когда я делал, я делал совершенно по-другому. Значит, просто, чтобы было понятно, понятно, что вот этот самый, значит, человек, губернатор, он прославился тем, что он клеймил Доналда Трампа постоянно на всех своих наступлениях за его расизм, за его нечувствительность к меньшинствам, за его отношение к, значит, к черному населению, к мусульманам, кому угодно. В общем, жуткий расист и шовинист. Выяснилось, значит, что он тоже немножко, значит, ну, там, значит, пошла такая буря внутри штата, что, значит, мол, пора уходить, тебе ты, так сказать, обманщик. Не потому, что он детей предлагал убивать, да, еще раз подчеркиваю, а потому, что он, когда ему было, там, 20 лет или, там, 22 года, мазал лицо, значит, черным цветом и фотографировался, значит, вот вместе с куклослановцем. Значит, самый активный обличитель Ралфа оказался его, то, что у нас называется лейтенант-губернатор, то есть человек, значит, который, ну, типа, вице-президент в Штатах, то есть заместитель, тоже выборная должность, как и вице-президент, поэтому если что-то случается с губернатором, то, соответственно, бум, тот поднимается наверх, становится губернатором, вот. А губернатор уходить не хочет, несмотря на, так сказать, давление, крик, он все время вылезает, говорит, что нет, 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 значит, я, у меня даже в мышцах не было, я не расист, я не то, я не сё, верьте мне, дайте мне возможность доказать это вам, то есть не хочет уходить, а вот его этот лейтенант-губернатор очень хочет, чтобы тот ушел. И поэтому он начал выступать с целой серией обличительных заявлений, интервью и тому подобное. Значит, вот лейтенант-губернатор, замгубернатора, он когда-то был, значит, помощником или бодигардом, я там, не знаю, телохранителем, кем-то он был, у такого знаменитого сенатора Эдвардса, который, значит, пытался прорваться в президенты он демократической партии, но, так сказать, на него нашли материал о том, чтобы там с бабами там крутил, обманывал жену, обманывал всех, там какие-то деньги, которые там должны были идти, на оплату его помощников посылал, на оплату своей, своим помощницам или своей помощницы, потому что не знаю, что у него ребенок, несназаконный и тому подобное, он должен был уйти. Поэтому, вот, значит, вот для, что это, лейтенант, так сказать, замгубернатора, Джастин Ферфакс его зовут, для него такая очень точка болевая, значит, вот с женщинами. И он все время, когда что-то происходит, такое он всегда выступает, что как им не стыдно, они развратники, они насильники, там, надо это пресекать и тому подобное. Особенно он старался, когда, значит, были слушания Кавано, он просто вообще и зашел, он такой ненавистью подал к человеку, который, про которого профессорша там откуда-то сказала, что 30 лет тому назад он якобы, так сказать, там лежал на ней и целовался с ней. Ничего не сделал, правда, ну, значит, заставил ее насильно поцеловаться. А не прошло и дня, как, похоже, очень из стана губернатора, поступила информация о том, что в суде есть иск от профессора Калифорнийского университета, дамы, которая в те времена работала тоже у Эдвардса в этой самой избирательной компании, которую Джастин изнасиловал. История эта в свое время попала во всякие либеральные газеты, там, Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, и, как объяснил Вашингтон-Пост, они не стали это печатать просто потому, что не было подтверждающих свидетельств. В то время как Скавану, который, значит, соответственно, был со стороны республиканцев, и не было вообще никаких, ничего, никто ничего не видел, не слышал, полно женщин выходил и говорил, вы с ума сошли. Он вообще, вот 17 лет я его знаю, там, более паинький мальчика никогда в жизни своей не встречали, говорили одна за другой женщине, которые с ним работали, которые с ним учились, которые его знали и тому подобное. Вот про него, несмотря на то, что не было никаких свидетельств, про него они публиковали все гадости, которые требовали, чтобы верили женщинам, а не ему. Вот, значит, в этом случае Вашингтон-Пост решил не верить женщине. Почему? Совершенно непонятно. А верить ему, потому что вот он, он же честный, он же наш демократ, правильно, он же не соврет, он честный человек. Вот. Значит, вот этот самый, значит, Частин, он утверждает, что обвиняет как бы двух человек в появлении этой информации. Он не обвиняет себя, кстати, когда к нему пришло известие о том, что вот эта женщина, так сказать, и тому подобное поддала на него в суд, то, судя по тому, что, как он среагировал, там было куча народу вокруг, когда это, он сказал, вот, сука, как бы ее заткнуть. Вот. А, значит, он утверждает, что информация пришла, значит, усилиями, во-первых, значит, у этого самого Нортона, значит, Ралфа Нортона, губернатора, а, во-вторых, усилиями мэра города Бултимора, с которым они, так сказать, личные враги, или там у них там что-то происходит, и он начал его тоже обвинять, что он его пытается подсадить. Значит, генеральный, ну, на этом не кончилось, просто чтобы было понятно, да, генеральный прокурор штата, то есть третий по уровню демократ, значит, в этом штате, который, в принципе, он не имеет права, скажем, автоматически стать губернатором, но имеет очень большой шанс на то, что если эти оба полетят, то он, так сказать, как бы его там хотя бы временно посадит как губернатор, ассамблея местная там или что-то еще, он решил вмешаться в это дело и заявить, что мазать лицо, значит, гуталином совершенно недопустимо, потому что это оскорбляет чувства афроамериканцев, а при том, что афроамериканцы были раба, ну и тому подобное. Всю вот эту историю он раскрутил, объяснил и рассказал, он не успел кончить свою речь, как в газетах появилась его фотография с лицом намазанным черным цветом. Вот. Так что, ну, что я вам могу сказать? Очень это напоминает, скажем, сенатора Элизабет Уоррен, которая, для того, чтобы поступить в университет, написала, что она, значит, индианка, а никто у нее ничего не стал проверять, не стал, значит, и мы не знаем, ее приняли в университет по этому поводу лет, она на самом деле была очень хорошей студенткой. А как бы умный человек, так сказать, прекрасный студент и тому подобное, но она продолжала писать, что она индианка, значит, судя по всему, из-за этого ее приняли очень быстро на работу, потому что, значит, для галочки они решили, о, какой класс у нас будет профессор-индианка, значит, ни у кого нет, а у нас есть, значит, мы будем всем рассказывать, что у нас, значит, Native America, как говорят, первый профессор из Native America. Значит, после чего она, ее поймали на этом, из этого раздулся целый скандал, она заявила, что она та потомок, и мама говорила, бабушка говорила, они все знают, что у них индейцы в роду и тому подобное, у нее потребовали сделать анализ крови, она сделала анализ, ну, ДНК, она сделала анализ ДНК, выяснила, что у нее может быть потомок, значит, предок индийского происхождения, где-то 40-45 поколений тому назад, то есть, индийская кровь, если и есть, то есть такое малое количество, которое проследить невозможно. Значит, после чего она сказала, что, вот да, вот есть немного, вот она, легенда в семье была, но она никогда больше не использовала, никогда больше не использовала, нигде не писала крови университета, Что называется, на завтра Из Техаса пришла бумага Где, значит, когда она работала в Техасе Она подала заявление о приеме В адвокатскую ассоциацию Где крупными буквами, значит, в разделе Значит, кто ты, что ты Написала, что она, значит, индианка А, в общем Спасибо ей, спасибо Значит, Покахонтес ее называет Трамп Покахонтес это такая была известная Легендарная индийская, значит, принцесса Вроде предварительница племени Значит Я не знаю, насколько мазать лицо Сапожной мазью, действительно, является Действительно, является Расизмом, действительно, не знаю, потому что Ну, мало ли там, из индийцев Мы там изображали когда-то, когда были детьми Да, там студентами рядились Кого угодно, там, так сказать Я не знаю, там, в Бенгладешце Да ну, наплевать, так сказать, узбекам Почему это? Но Когда люди говорят про других постоянно Что они расисты Что они шовинисты Что они ненавидят меньшинство Что они к женщинам ужасно относятся То лучше ты до того, как ты это говори Ты проверь, нет ли у тебя в твоем, как здесь говорят, чуланчике Фотографии, в которой твое лицо намазано черным Или проверь, нет ли на тебя Перед тем, как открывать рот и говорить про кого-то Что надо верить любой женщине Которая пришла и сказала, что вот он сделал это мне Проверь, нет ли у тебя судебного иска Против тебя По этому самому поводу Вот, ну, теперь совершенно не ясно Кто же будет дальше руководить тем штатом? Лгун и расист, как нам объясняют Значит, Ралф Нортон Либо лгун и насильник Если подтвердится, конечно Значит, Джастин Феррфакс Или лгун и мелкий пакостник Значит, Марк Хевинг Но, в любом случае Как-то вот Печально Да? Не смешно все это Печально Вот, так что Честно говоря Зная, что все эти люди руководят нашей страной Зная, что все эти люди говорят нам Как нам жить, как нам действовать Как-то очень не хочется Очень не хочется Чтобы Чтобы нами кто-то руководил Хочется, чтобы они руководили нами как можно меньше И у нас было как можно больше Личной, собственной свободы делать Тот выбор, который мы хотим делать А не они за нас На этом все До свидания